Всем отличного настроения! Здравствуйте! Начался прекрасный месяц июль. И у нас в Краснодарской школе покупок есть горячие летние предложения для всех, кто хочет узнать или рассказать о полезных и качественных товарах и услугах. Оставайтесь с нами. Все лето просидеть в городе невозможно, поэтому люди хотя бы на выходные отправляются на дачу и в загородные дома. И этот сюжет посвящен обустройству прохладного зеленого прибежища, а точнее сада. Времена, когда на дачу или в загородный дом свозили только ненужные столы, шкафы и табуреты, кажется, канули в лету. Если вы, конечно, дизайнеры, готовы создавать авторские интерьерные шедевры из мебельного хлама, замечательно. Но для большинства людей, когда заходит разговор о мебели для сада и дачи, сразу всплывает картинка идиллии. Спокойного отдыха в саду, в кругу родных или наедине с природой. Сейчас садовая мебель выпускается отдельным классом, причем это понятие включает в себя не только металлические лавочки, раскладной стол, но и всевозможные плетеные кресла и столы, шезлонги и беседки. Какие советы вам стоит вспомнить, когда будете покупать садовую мебель? Основные требования мебель для сада должна быть красивой и удобной для отдыха. Легкой и негромоздкой, надежной и крепкой, способной выдержать перепады температур, осадки и палящие солнечные лучи. Еще один важный аспект – страна-производитель садовой мебели. Наиболее престижной и дорогой мебелью для дачи и сада традиционно считается английская, немецкая, французская и финская садовая мебель. Устойчивым спросом пользуются доступные отечественная, белорусская, польская и болгарская. Вариантов на рынке множество. Пластик. Популярность пластмассовой садовой мебели легко объяснима. Она недорога и практична. Кроме того, пластмассовая садовая мебель легка, прочная, не боится дождя. Но у пластика есть и недостатки. Например, выцветание и деструкция, разложение при прямом солнечном освещении. Кроме того, пластик – хрупкий материал. Плетеная мебель отличается легкостью, необычным изяществом, ажурностью и, что наиболее важно, натуральностью. Отечественная плетеная мебель изготавливается, как правило, из зевовой лозы различной толщины. Если вы остановили свой выбор на плетеной мебели, здесь нужно разобраться с материалом, из которого она выполнена. Как вы думаете, что лучше – Ива, Ротанг или Абака? Ива менее гибкая, чем Ротанг. Чтобы придать ей нужную форму, мастерам нужно постараться, в то время как Ротанг принимает любые, даже самые причудливые формы. Кроме того, Ротанг имеет более гладкую структуру поверхности стебля, что исключает наличие сучков и неровностей. Хотя по эксплуатационным характеристикам эти два материала находятся примерно на одинаковом уровне. Если вы планируете использовать кресла и столики из Ротанга на улице, на лужайке или возле бассейна, лучше отдать предпочтение не натуральному Ротангу, а искусственному. Он более стойк к погодным условиям, повышенной влажности и палящим лучам солнца. Да и по цене мебель из искусственного Ротанга более демократична. Еще один вариант для открытой лужайки – современная плетеная мебель из Абаки, которая не боится влаги и резких перепадов температур. Не трескается, не теряет первоначальный внешний вид вследствие изменений погодных условий. Только не ставьте ее близко к приборам отопления, иначе она быстро придет в негодность. Деревянная мебель – это классика жанра садовой мебели, без которой не обходится практически никакая дача. Современные способы обработки древесины способны сделать деревянную мебель прочной и влагоустойчивой, благодаря чему изделия не деформируются, длительное время не будет нуждаться в реставрации, но ее все же лучше использовать на крытых террасах или беседках, потому что под открытым небом такая мебель быстро придет в негодность. Кованная мебель – идеальный вариант для дачного участка. В качестве дополнения к кованому основанию может использоваться столешница или сидение из искусственного камня. При покупке изделия, особенно это относится к креслам и стульям, обязательно попросите его опробовать. Присев в кресло, подвигайтесь в нем, сожмите подлокотники, откиньтесь. Пусть вас не смущает некоторое поскрипывание или похрустывание при этом. Это лак. Опасаться надо резких одиночных звуков. От такого изделия лучше сразу отказаться. Еще обратите внимание и на ножки при выборе садовой мебели. Они должны быть на широкой основе, чтобы не проваливаться в землю. Помните, если вы приобрели качественную садовую мебель, вы обеспечили себя качественным отдыхом. Экспериментируйте с подвесными качелями, гамаками и лежаками. Они являются прекрасным дополнением открытого пространства. Если вы выбираете подвесную садовую мебель, убедитесь, что вокруг достаточно пространства для ее фиксации, поддержки и расположения. Беседки могут выступать в качестве каркаса или выступать как отдельные архитектурные элементы. Помните, у садовой мебели может быть множество функций. Столовая, зона отдыха, место для сна. Самое главное – создать обстановку для расслабления, где вы могли бы полноценно наслаждаться отдыхом. Те, кто живет в квартирах, далеки от строительной темы. Но на Кубани масса людей, которые предпочитают частный дом бетонным коробкам. И для них наш следующий сюжет. Издавна считалось, что кирпичный дом – признак достатка и благосостояния. Надежен, красив, долговечен. Сегодня мы расскажем о гиперпрессованном облицовочном кирпиче от одного из ведущих производителей на Кубани. Собственное производство позволяет изготавливать как одинарный стандартный кирпич двойной лицевой стороной, так и колотый американский или евростандарт, который значительно удешевит вашу облицовку. Современная испанская технология, новейшее оборудование, квалифицированный персонал. Кирпич разных форматов и декоративных фактур. Широкая палитра цветов. Такой кирпич превосходит керамический по прочности и морозостойкости в несколько раз. Не тянет воду и не содержит извести. Качественный немецкий краситель позволяет получать кирпичи не только вот такого популярного, но и столь экстравагантного оттенка. Большой плюс также то, что по вашему образцу цвет кирпича можно подобрать на заказ. Его исполнить в течение одной недели. И еще здесь можно поторговаться. Скидка зависит от объема. Екатериновский кирпич. Более пяти лет на Краснодарском рынке. Производство и продажа гиперпрессованного облицовочного кирпича. Большая цветовая палитра. Превосходные характеристики и внешний вид. Звоните 8 961 585 4585. А теперь пришло время для нашей традиционной рубрики «Шпаргалка». Только полезные советы от экспертов. Не переключайтесь. В первую очередь нужно обратить внимание на марку кирпича и его морозостойкость. Это основные характеристики кирпича, по которым мы можем определить его долговечность. Уважающая себя компания всегда может предложить вам полную палитру цветов кирпича и, в принципе, подобрать цвет по вашему желанию. В последнее время мне часто приходится пользоваться услугами такси. Каждый раз я внимательно рассматриваю кузов, салон автомобиля и обращаю внимание на комфорт во время поездки. Если у вас нет возможности выбирать новое авто, что называется на ощупь, доверьтесь профессионалам. Какую машину вы ищете? Импортную с пробегом или новую отечественную от производителя? Все представленные марки есть и в наличии под заказ в одном из известных краснодарских автосалонов. Сейчас очень популярно не самому продавать автомобили, а сдавать их в автосалоны на комиссию. Во-первых, таким образом вы экономите свое время. Ну, а во-вторых, можете прямо здесь же выбрать себе уже нового железного коня. Если вы отдалите авто на комиссию, то сами диктуете цену. Если вы ищете помощники для работы, то можете выбрать ВИЗ – малый коммерческий автомобиль на базе 14-й модели или на базе Нивы. Модели с изотермическим кузовом дополнительно комплектуются холодильным оборудованием. Существует и комплектация, предназначенная для перевозки хлебобулочных изделий на 48 лотков. Кстати, на каждое авто можно установить газовое оборудование. Если вы поклонник продукции Ижевского автозавода, выбирайте нестареющую классику – ИЖ, ВАЗ-2104 или ВАЗ-2107. Потомки легендарных десяток Богдана, кстати, тоже сейчас очень популярны. А новый 14-й от завода ЗАО «СуперАвто» – это первые отечественные автомобили, собранные вручную. Главный плюс покупки авто, таких, например, как «Лада», «Приора», «Гранта», «Нива» или «Калина» – в дилерском автосалоне – это реализация по ценам, рекомендованным заводам-испытовителям. Поэтому всем рекомендую. Спешите найти свою машину в Краснодарском автосалоне «Авто для вас», импортный с пробегом или новый отечественный от производителя за наличные в кредит в наличии под заказ в Краснодарском автосалоне «Авто для вас». И вновь шпаргалка, после которой мы с вами будем асами в оформлении документов купли-продажи авто. При выборе автомобиля необходимо руководствоваться тем, что у автопродавца должна быть своя собственная автостоянка. Это говорит о том, что это действительно автосалон. При оформлении документов необходимо обратить внимание на то, что у продавца должен быть в наличии паспорт транспортного средства, который он заполнит и впишет в вас как нового владельца. После этого он должен вам выдать документы следующего характера. Договор купли-продажи, накладная счет-фактура, заполнить гарантийный талон и сервисную книжку. Возвращаемся к теме обустройства дома. Чем хороша экологически безопасная мебель и где ее производят? Узнаете через несколько секунд. Красивой мебелью в наши дни никого не удивишь. А вот мебель безупречного качества из массива ценных пород дерева поискать придется. И мы нашли. В Краснодарском торговом центре площадью 800 квадратных метров производят эту удивительную мебель только в Беларуси. Ведь это единственная страна, в которой с поколения в поколение сохраняют и передают сложнейшие и уникальные технологии производства. А владельцы таких мебельных экспонатов покупают спальню, библиотеку, гостиную, детскую и столовую не на один десяток лет, а на века. Ибо всем известно, что дерево с годами становится только дороже. И вашим прапрапраправнукам достанется не просто мебель, а изысканный антиквариат. Кроме того, доказано, что мебель из массива дерева наиболее экологически безопасна. А положительная энергетика булка, дуба благотворно влияет на здоровье владельцев мебели из этих пород древесины. Мягкая мебель также может быть уникальной. Если ее производством занят крупнейшие в мире поставщики диванов, особенно с обивкой из натуральной кожи, такие страны, как США, Япония, Канада и другие. Каркас из массива дерева, натуральная кожа или благородные ткани. Такое сочетание гарантирует, что вы получаете нештампованный диван, а мебель, которая и через 20 лет будет служить вам верой и правдой. Вам предлагают красивую, качественную, добротную, долговечную мебель по цене самой скромной из тех, что вы можете себе представить. Не верите? Приходите и восторгайтесь вместе с нами. Торговый центр «Мебель Белоруссии» предлагает мягкую и корпусную мебель производства Белоруссии. Белоруссии из массива ценных пород дерева в лучших традициях классики. Вроде бы все важные темы обсудили, можно расслабиться и помечтать о море, если, конечно, у вас уже есть удобный и модный купальник. Лето, море, солнце. Наслаждаться всеми прелестями сезона можно и нужно. Главное, чтобы купальник-костюмчик сидел. Сейчас на рынке представлено такое разнообразие купальников, что выбор наиболее подходящего и идеального становится по-настоящему трудной задачей. Но мы-то с вами справимся. Итак, если вы часто посещаете бассейн, занимаетесь дайвингом или катаетесь на водных лыжах, то вам необходим спортивный купальник. Если вы чаще проводите время на пляже, нижесть на солнышке загорает, то ваш выбор – пляжный костюм. А если вас пригласили на популярную пляжную вечеринку, не забудьте предварительно приобрести купальник-костюм вечернего типа. Некоторые умудряются сочетать все три вышеописанных занятия. Таким активным леди необходимо будет приобрести целых три купальника, а может и больше. Итак, разберемся сначала с тканями, из которых шьются купальники. Тактель – это микс лайкры и трикотажного волокна, который характеризуется эластичностью, мягкостью и воздухопроницаемостью. Купальники из тактеля очень быстро высыхают на солнце и в тени. Полиамид – это плотная, мягко-эластичная и быстро сохнущая ткань, которая, к тому же, отлично подтягивает фигуру. Характеристики полиамида похожи на свойства тактеля, но эта ткань обладает большим блеском, поэтому она, как нельзя лучше, подходит для нарядных купальных костюмов. Еще лучше, если ткань из полиамида содержит добавки из лайкра и эластана. Лайкра – это упругое, прочное, отлично растягивающееся синтетическое волокно. Покупая купальник, убедитесь, что его материал содержит лайкру не менее 20%, но и не более 30%, иначе он не сможет дышать. Микрофибра – это шелковистая на ощупь и эластичная ткань, которая также отлично пропускает воздух и быстро высыхает. Полиэстер – ткань, использующаяся для бюджетных моделей. Купальники из полиэстера не выгорают, но быстро изнашиваются и высыхают достаточно долго. После того, как вы разобрались с тканью, нужно выбрать наиболее подходящий для вас размер купальника. Выбирая размер купальника, многие совершают одну и ту же ошибку. Стараются выбрать купальник на размер меньше и стянуть таким образом все лишнее. В результате чаще всего эффект бывает обратным. Конечно, вода несколько растягивает купальник, но отнюдь не делает его на три размера больше. Вот почему так важно выбрать именно свой размер. Выбирайте купальник, в котором грудь не вываливается из чашечек, а резинка плавок и бретельки не врезаются в кожу. Для мужчин список необходимых вещей на пляже гораздо меньше, чем для представительниц прекрасного пола. Выбор прост – плавки или купальные шорты. Выбирая плавки, сначала нужно определиться с их цветом. Это могут быть и яркие многоцветные, и однотонные приглушенных тонов. Все зависит от вкусовых пристрастий представителей сильного пола. К размеру приобретаемой пляжной одежды также нужно отнестись с особым вниманием, так как нет ничего привлекательного в болтающихся плавках. Нет ничего хорошего и в плавках, которые явно малы, так как если они вопьются в мужское тело, смотрится это не очень эстетично, не говоря о том, что плавать в них совсем невозможно. К плавкам относятся как классические спидо, так и плавки-боксеры. Купить купальные шорты можно также двух видов. Это и обычные шорты, доходящие до середины колена. Плюсом таких шорт является свобода при движении и удобство. Но к минусам можно отнести тот факт, что чем длиннее шорта, тем большая часть ноги останется без загара, что будет довольно сильно бросаться в глаза, если мужчина решит одеть чуть более короткие шорты или плавки. Шорты по какой-то причине многие мужчины принимают ошибочно за повседневную одежду и носят их в качестве шорт в городе. Но не стоит забывать о том, что они все-таки являются пляжной одеждой. А сейчас еще одна наша рубрика «Сейл». В ней вы узнаете о скидках и акциях. Не пропустите. В честь 20-летия компании «Адамас» с 5 июня по 1 сентября 2013 года в ювелирных магазинах «Адамас» все лето подарки для вас. Подарочная карта на 1000 рублей каждому посетителю. Золото и жемчуг в подарок. Пока у меня все новости. Спасибо, что нас смотрите. Увидимся на каналах «Девятая», «Девятая орбита» и «Домашняя», а также на сайте www.9pv.ru. Хорошего месяца и удачных вам покупок! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...